В октябре по всему Казахстану проводится месячник милосердия, в течение которого особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями, ветеранов войн и теловикам, и просто всем тем, кому на склоне жизни по разным причинам не хватает внимания и заботы. По традиции, в течение всего октября местной исполнительной властью, совместно с предпринимателями, а также всеми учреждениями и предприятиями города, организовываются различные мероприятия, встречи и обеды для пожилых. На минувшей неделе в стенах Дома дружбы и творчества собрались представители старшего поколения этнокультурных объединений города, творческие коллективы Дворца культуры «Горняк» и Дома культуры «Мираз». Руководство Дома дружбы и творчества совместно с отделом культуры и развития языков подготовило яркую концертную программу. Со словами поздравления к людям старшего поколения обратилась заместитель Акимогорда Гульнаса Билова. Гульнаса Маратовна отметила, что месячник милосердия стал в Казахстане доброй традицией. Уважаемые наши люди старшего поколения, уважаемые исходногородцы, я от души поздравляю вас с этим замечательным праздником, с месячником пожилых людей-инвалидов. Я очень рада, что наш Дом дружбы и творчества проводит сегодня этот замечательный мероприятие, замечательный концерт. Я очень рада, что в этом концерте принимают участие наши этнокультурные центры. Акимат города постоянно уделяет большое внимание именно жизни, деятельности, нашим ветеранских организаций. У нас достаточно активное ветеранское движение в городе. Вы видите те позитивные изменения, которые происходят в городе. Я думаю, что вы их, наши люди старшего поколения, принимаете их с одобрением. Видите, что в общем-то мы стараемся делать для того, чтобы облегчить и улучшить жизнь наших горожан. Еще раз вас с праздником, здоровьем. Я благодарю Дом дружбы и творчества Анна Кармонгалиевна за это мероприятие. Прекрасным подарком представителям старшего поколения стали концертные номера, исполненные специально созданным коллективом из работников Дома дружбы. Продолжилось мероприятие песнями, танцами и чайпитием. С окончанием октября окончания месячника не должны заканчиваться добро и милосердие, исходящее из самых глубин сердец. А забота и внимание к людям старшего поколения должна быть постоянной составляющей жизни.